Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса и в Школу Эмоционального Интеллекта. Как давно я не снимал профильных видео, и я очень соскучился по разговору со своей аудиторией. Как вы видите, последнее время на канале Невроза Мегаполиса я выкладываю только профильные кейсы. Спасибо вам большое за ваши просмотры, за ваши комментарии, за обратную связь. Кому, кто это видео нашел случайно на ютубе, или вы увидели этот ролик каким-то образом, посмотрите последние ролики на канале, это разборы кейсов. Они подходят, конечно, не всем, они подходят тем, кто уже более глубоко хочет разбираться в своих причинах базовых напряжений, невротических тревог, депрессий. Кейсы направлены на то, чтобы вы смотрели, как происходит в жизни людей определенная череда обстоятельств, которая приводит их к напряжению, которая проявляется телесно, эмоционально и поведенчески. То, что телесно тревога начинает проявляться, уже известно, что принято в России называть вегетососудистой дистонии, хотя в принципе это просто эмоциональное проявление, проявление эмоциональных состояний, но об этом я уже много раз говорил, сегодня я не хочу об этом. Эмоциональное проявление – это тревожность в основном. Тревожность уже будет смещаться в области похондрии, в область обсессии и поведения в область компульсии. Наверчивых мыслей, страхов, фобий, переживания за здоровье и так далее. Сегодня тема ролика – это внутренние конфликты. Устраивайтесь поудобнее, я снова с вами. Я сегодня буду рассказывать, не зная, как получится. Если вам интересна тема психотерапии глубоко и серьезно, то устраивайтесь поудобнее, как говорит одна моя знакомая, пристегните с привязными ревнями и получайте удовольствие. Потому что коротко про внутренние конфликты рассказать вряд ли получится, но я постараюсь не растягивать, как я это делал в 2011-2012 году, на 2 часа. Я постараюсь сделать это коротко. Значит, надо ли искать внутренний конфликт, причина ли неврозов внутренний конфликт, что делать, если у меня панические атаки, надо ли мне искать внутренний конфликт и как его найти. Вот об этом всем. Сегодня я буду с вами разговаривать. Надеюсь, что я отвечу на вопросы моей аудитории. Они не будут заваливать мой директ в Инстаграм и в комментариях в Ютьюбе о том, надо ли или не надо. Эта тема, естественно, не нова. Если вы посмотрите несколько лет назад, а канал основан в 2011 году ролики, то вы увидите, что я уже эту тему поднимал, но многие не смотрят, поэтому приходится что-то повторять. К тому же моя аудитория очень много просит, задает точнее вопросов. Леша, расскажи, так надо же мне искать внутренний конфликт или не надо мне искать внутренний конфликт. И, конечно, это аудитория, которая бродит по интернету, читает книги и возникает какая-то противоречивая информация, как вам кажется, вы назвали этот фразу, вы назвали этот феномен каша в голове, хотя на самом деле каши никакой нет. Есть психология, есть психология личности, есть определённое понятие невротических расстройств, генерация тревоги. Можно, конечно, пойти в какую-то околоэзотерическую историю или какой-нибудь транссёрфинг, или какие-нибудь векторы, невекторы. Это уже, знаете, воля выдумки автора, но если мы говорим про научно обоснованную, если мы говорим про общепринятую психологию и психотерапию, то там не может быть каши в голове, потому что всё достаточно чётко. Просто авторы, которые пишут разную литературу, снимают различные видео, они могут говорить примерно об одном и том, тоже, но немножко, может быть, искажая термины, объясняя как-то это своим языком, и в целом у вас возникает противоречие. Так надо искать внутренний конфликт или не надо? Кто-то читает комментарии, что я ничего не искал, кто-то говорит, что я искал. В общем, возникает полная какая-то вахханалия в голове, и люди не понимают, что надо делать. Значит, давайте я отвечу на первый вопрос по поводу базовых вещей, такие как страх за здоровье с паническими атаками. Как правило, это касается таких, условно говоря, новичков, которые буквально небольшое, до полугода время назад у них вдруг поплохело, застучало что-то, закололо, вегетативное напряжение началось, человек испугался этого состояния, что называется панической атакой, и стал исследовать свой организм со словами «доктор, вылечите меня уже наконец-то». Ничего не помогает, он пришёл в интернет и погряз по уши. Вот смотрите, когда мы говорим про панические атаки, про испуг, про привычку себя пугать от неправильного понимания психовегетативного состояния, здесь понятие психодинамический или внутренний конфликт не рассматривается в принципе, потому что здесь всё очень несложно, здесь нужно просто понять человеку, что с ним происходит, что то, что те феномены, которые он происходит, это иннервации вегетативно-нервной системы, который идёт буквально практически по оси позвоночника, оси тела, и иннервирует определённые зоны, у вегетативной нервной системы есть узлы, узлы здесь, 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 кто-то назвал это чакрами, но сегодня не об этом, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь есть узлы, и каждый узел иннервирует определённую зону нашего тела. Соответственно, когда человек попадает в невротическое тревожное состояние, не заболевает, а попадает, сегодня мы об этом как раз поговорим, у него начинает активироваться вегетативно-нервная система, и вот эти узлы, которые являются центральными звеньями вегетативно-нервной системы, начинают активничать. Поэтому все эти камы в горлах, напряжение, сжирение, холод, спазмические состояния, всё это касается исключительно узлов вегетативно-нервной системы, поэтому и на УЗИ этого не видно, поэтому на МРТ этого не видно, и на исследованиях этого не видно, потому что это просто иннервация. Поэтому комов в горле никаких нет, это иннервация вегетативных узлов. Но сегодня тоже не об этом. Кому интересно, это базовый курс, он есть у меня на сайте, 6 уроков, смотрите, изучите всё буквально за неделю, за две, научитесь понимать вегетатику, научитесь справляться с паническими атаками, это несложно. Welcome на сайт, но сегодня не об этом. Так вот, когда мы говорим о вот этих базовых вещах, такие как панические расстройства, привычка себя пугать, ипохондрия, в целом образование человека, здесь мы не говорим про внутренний конфликт, потому что эта тема здесь неуместна. Мы говорим только об образовании человека вегетатики, мы говорим об упражнениях, которые направлены на несопротивление страху, несопротивление вегетатики и адреналину, и говорим о том, что надо научиться перешагивать через собственные страхи. Это сборник определенных упражнений, которые в принципе не такие уж интеллектуально сложные, просто есть люди, которые справляются с этим быстрее, которые справляются с этим медленнее, потому что человек, который верит, что, например, вот эта пробка опасна, ему, конечно, предстоит какое-то время дотрагиваться до этой пробки, как-то с ней обходиться, чтобы доказать себе безопасность этого предмета, потому что он поверил когда-то, что это опасно. Сколько он потратит времени в доказательстве себе, что это безопасно, вы знаете, по-разному. Есть куча людей, которые мне пишут постоянно письма благодарности, они потратили 0 рублей, 0 копеек, потому что они просто посмотрели канал невроза мегаполиса, получили образование, поняли, проконтактировали, перешагнули и больше не паникуют. Но они, конечно, пришли работать с основным неврозом, и об этом мы тоже поговорим попозже. Вот, поэтому первый ответ на ваш вопрос, стоит ли искать внутренние конфликты при панических атаках? Нет, не стоит. Внутренний конфликт – это гораздо более фундаментальная вещь, которая образует базовое напряжение. Паническую атаку образует ваш испуг. Паника – это работа адреналина. Если вы загуглите или посмотрите в Яндексе адреналин, там инструкция по применению, то вы увидите, что внутривенно введённый адреналин распадается в течение 1-3 минут крови. Он больше не работает, поэтому там пережигать ничего не надо. Знаете, есть такие фразы, надо пережечь адреналин. Это же забред такой. Адреналин, даже внутривенно введённый, он буквально работает до 3-х минут. Всё. Дальше он распадается, и дальше у нас возникает уже продукт распада адреналина, это лактат, потому что мышечное напряжение было сильное и так далее. То есть, первое, когда у вас есть привычка себя пугать, это и есть паническое расстройство, вы должны работать с привычкой себя пугать. Это касается мест, в которых вы привыкли себя пугать, это касается того, как вы себя пугаете перед этими местами, того, как вы себя пугаете одна дома, того, как вы себя пугаете в походе далеко от дома. Вот эта вся привычка себя пугать прорабатывается системно и отдельно. Здесь термин интерпсихический конфликт не нужен абсолютно. Это всем понятно. Когда мы говорим про OCD или про ОКР, или обсессивно-компульсивное расстройство, это страх сойти с ума, навязчивые мысли, потерять контроль, кого-то там убить, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. На первом этапе мы говорим о том, что человек опять же должен образоваться и понять, откуда у него эти мысли приходят. Понять оттуда, как он с ними должен работать. С точки зрения того, что он опять же не придает этим мыслям такого критического тревожного значения. Это опять же отдельное упражнение. Они опять же собраны у меня в сборнике базового курса. Смотри, ссылки в описании. Это несложно понять и определить, научиться работать с этим. Когда мы говорим про ритуалы, проверки, перешагивания, когда мы говорим про какие-то компульсивные действия, в том числе заедание, РПП, расстройство пищевого поведения, нервная булимия, мы говорим о том, что есть определенные привычки. Поэтому сначала надо работать с образованием и с привычками. Всё. Здесь тема внутреннего конфликта не поднимается. В принципе, я хочу, чтобы все это понимали. Ваш покорный слуга и канал «Неврозный мегаполис» с 2011 года говорил о внутренних конфликтах. И я несу ответственность за этот термин, потому что, конечно, не я. У меня как-то в комментарии ребята показали, говорят, Лёш, тебя обвинили в том, что ты сказал, что термин «нутренний конфликт» изобрёл ты. Конечно же, ну, люди по-разному воспринимают информацию. Я первый раз за 10 лет практики слышал, чтобы я изобрёл внутренний конфликт и об этом говорил. Я об этом стал первый говорить на Ютюбе, потому что первый канал по неврозам о ВСД и паническим атакам был основан мной в 2011 году. И я начал говорить уже где-то в 2012 году о внутренних конфликтах, вторичных выгодах, психодинамики, мировоззрении. И вот так оно, в общем, в Ютюбе и потом пошло-поехало. Поэтому я несу личную ответственность за этот термин. И хочется прояснить ещё раз. Значит, поняли, да, что панические атаки, привычка себя пугать, неправильное понимание психовегетативного состояния, работа с обсессиями, работа с ритуалами требует работы с образованием и с привычками поведения, которые подкрепляют вашу привычку бояться. Или привычку не контактировать с вегетатикой, не контактировать с каким-то там мыслительным процессом, не контактировать одна дома, не контактировать с улицей, не контактировать с людьми в социофобии, не контактировать с ошибками. Вот привычка работать, новая привычка работать с этим и правильная работа с этим не подразумевает внутренний конфликт. Это ясно? Супер. Теперь что же такое внутренний конфликт? Есть ли он? Надо ли искать? Если у вас уже нет панических атак, если у вас уже есть образование, но есть вот это общее базовое напряжение. Значит, здесь есть два момента. И я об этом тоже уже много-много лет говорил. Он говорил, что в принципе неврозы можно условно разделить на два больших лагеря. И по большому счёту, если говорить об теологии невротических тревожных расстройств и концепции внутренних конфликтов, их тоже можно разделить на два лагеря. Значит, смотрите, есть виды невротических расстройств, которые связаны со слишком эмоциональным тревожным отношением к определённым событиям в жизни человека. Не все люди к определённым событиям будут относиться одинаково тревожно. Фишка там в том, что у каждого из нас, у меня, у тебя, есть какие-то свои детские особенности. Я их назвал в школе эмоционального интеллекта уязвимости. Или ахиллесовой пята, можно по-разному это назвать. Но в основном мы называем это уязвимость. И вот эти уязвимости личности, это и есть так называемые сверхценные потребности. Не по маслу потребности, а сверхценные потребности, взятые из детства каждого из нас. Так вот, когда в жизни происходят обстоятельства, которые попадают вот в эти сверхценные потребности, которые не реализуются, а мы очень стараемся, мы слишком эмоционально к этому относимся. И вот это эмоциональное тревожное отношение может вызвать то самое базовое напряжение, которого потом проявится вегетативно, вы его испугаетесь и пошло-поехало. Вот это одна категория невротических расстройств, скажем так, в патоэтиологии. И есть другая категория или причинно-следственная связь, так называемая, в невротических расстройствах. Это интерпсихические внутренние конфликты, которые термин этот вёл, в принципе, профессор Фройд. Это психодинамическое направление. Всё, что говорит о психодинамике, это всё именно столкновение противоречивых тенденций. Поэтому внутренний конфликт – это борьба противоречивых тенденций. Сейчас мы об этом поговорим поподробнее. То есть, есть вторая группа невротических, этиологических причин. Это противоречие внутреннее с самим собой или борьба противоречивых тенденций между внутренними частями, скажем так, психики. Помните, вы часто наверняка слышали или видели зарисовки борьба головы и сердца. В принципе, это можно по большому счёту назвать внутренним конфликтом, так оно и есть. Борьба противоречивых тенденций, где сердце говорит одно, а голова говорит другое. И они никак не могут договориться. То есть, это не конфликт между Васей и вами, между мамой и вами. Это конфликт внутри самого себя, между собственным желанием и собственным стремлением и собственными убеждениями, нормами, моралью, долгом и прочими обстоятельствами, которыми вы себя наделили. То есть, внутренний конфликт – это борьба тенденции между Вашим искренним желанием, как я хочу, по-настоящему, и Вашим же внутренним пониманием, как не должно быть, например. Самый типичный пример – это Вы поняли, что Вы с этим мужчиной жить не хотите, Вы поняли, что Вы пожалели, Вы поняли, что Вы уже с ним не можете, но у Вас же у самой есть убеждение, что если Вы разведетесь, это плохо, если Вы разведетесь, это причинит вред детям, если Вы разведетесь, это будет невыносимо, Вы одна не справитесь, никого больше не найдете. Вот такой примитивный, но пример собственного внутреннего противоречия. Надеюсь, понятно. И внутренние конфликты у каждого из нас свои, особенные. Об этом мы говорим на программе «Сезон», который, кстати говоря, в августе начинается, всех приглашаю, кто хочет более детально себя изучить. Так вот, если причина базового невроза, невротической тревоги, именно во внутреннем противоречии внутри самого себя, то, конечно, себя исследовать нужно. Почему? Потому что, чтобы убрать напряжение, нужно договориться с самим собой. Поэтому, если Вы рассмотрите мой логотипчик, он примерно об этом и говорит. С одной стороны Будда, с другой стороны шахматная фигура. Вот, кстати, у меня тут стоят вот эти штуковины. Это вот примерно одно и то же. Внутренний конфликт – это некая внутренняя философия Ваша, да, и некое внутреннее желание Ваше. То есть, и вот они никак не могут договориться. Как научиться, это всё вот как раз-таки на сезоне мы рассказываем. Потому что так вот просто с кондычка, как к этому прийти, я не расскажу, сейчас объясню почему. Чтоб Вы не думали, что Вас всех приглашают только на сезон. Просто это должно быть поступательно и системно. Это нельзя за 15 минут рассказать. Почему мы находимся во внутреннем конфликте? И почему это приводит к неврозам? Во-первых, надо понимать, что если Вы выйдете сейчас на улицу Вашего города, у каждого будут какие-то убеждения, у каждого будут должествования, у каждого будут оценочные суждения, катастрофизация, перфекционизм, чтение мыслей, на себе дискомфорта или вот эти самые убеждения когнитинопонимической терапии не будут у каждого абсолютно человека. Но он не будет жаловаться на невротические расстройства. Более того, если Вы выйдете опять же на улицу Вашего города, Вы увидите, что это исследование более сложное, но так или иначе каждый из нас будет сталкиваться со внутренним конфликтом с самим собой. Мы постоянно с этим сталкиваемся. И президенты, и политики, и предприниматели, домохозяйки, рядовые менеджеры, обычные советские, российские люди, и даже школьники. Мы постоянно сталкиваемся со собственными внутренними конфликтами между своими убеждениями и своими искренними желаниями. Почему нас это не приводит к невротическим расстройствам? Потому что маятник заключается в том, что когда мы находимся во внутреннем противоречии, но потом всё-таки что-то куда-то качается, то есть какое-то решение всё-таки принимается нами, мы не болеем неврозом. Например, между Вашим искренним желанием и чувством вины. Вот если это в какой-то момент всё-таки решилось, то проблемы не будет. Напряжение разрядилось. Так вот, невротические внутренние конфликты приводят к невротическим расстройствам тогда, когда сила Ваших убеждений и сила Ваших принципов будет равна силе Вашего желания быть настоящим и быть собой. И они никак не могут качнуться ни в ту, ни в ту сторону. Это первое. И второй фактор – это затягивание во времени. Во-первых, запомните все, что слово затягивание во времени и невротические расстройства – это тожественные вещи. То есть неврозами нельзя заболеть за один день. Нельзя заболеть ОКР за один день, нельзя заболеть ипохондрией за один день. Вам так часто кажется, потому что Вы вроде чувствовали себя хорошо, потом раз – чувствуете себя плохо. И Вам кажется, что Вы заболели буквально в один-два дня. Обычно у Вас это паническая атака, и это вот заболело. На самом деле, ещё до первой панической атаки, если мы говорим про внутренние конфликты, например, да, в данном случае, Вы вот это невозможность принять какие-то решения, внутренние борения, внутренние нерешённые вопросы, они обязательно должны быть затянуты во времени. То есть просто от возникновения внутреннего конфликта мы завтра не заболеем. Ну, например, Вы попали в ситуацию, ну, мужской такой пример, да, когда Вы поняли, что Вы со своей девушкой уже как бы не очень хотите, но Вам её как бы бросить стыдно, жалко. Внутренний конфликт? Внутренний конфликт. Но не все от этого болеют неврозом. Почему? Потому что в какой-то момент человек всё-таки договорился с собой. То есть его убеждения, его искренние желания нашли некий компромисс, он решил, принял решение, там, как-то оно разрулилось, или в одну сторону, или в другую, но он его решил. А вот если это затянулось, и если это невозможно к разрешению, вот это в какой-то момент начинает копиться, 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 и в какой-то момент человек начинает чувствовать вегетативное напряжение. Психодинамическим школам психоанализа присущ термин внутренний конфликт, присущ термин резистанс или сопротивление, присущ термин вторичной выгоды симптомов в том числе. Потому что, когда человек находится в противоречивой тенденции с самим собой, между, как я хочу, вот, кстати, давайте про УКР тогда, да, многие про УКР спрашивают, как выглядит типичный конфликт в собственный внутренний при УКР. Очень простый, и он самый популярный. Например, вы хотите жить своей жизнью не так, как вам говорит мама, не так, как хочет ваша семья, потому что ваша семья имеет определенные философские, нравственные принципы, идеологию какую-то и такую. А вы хотите быть собой, вы хотите быть таким, какой вы есть. Я не знаю, там, флористом, там, или еще кем-то. А семья говорит, нет, это плохо, это неправильно. И типичный внутренний конфликт УКРщика, это конфликт, где человек не может не послушать маму, не может поступить так, как он хочет, потому что он себя за это жестко осуждает. Он себя, и он испытывает огромное чувство вины, огромное чувство стыда, и он находится постоянно во внутреннем конфликте между собственным желанием и собственной моралью, виной и стыдом к тому, что будет, если он будет таким, какой он хочет. Ну, например, если я буду таким, какой я хочу, мама расстроится, это ужасно. Или меня все бросят, от меня отвернутся, я останусь одна, я не смогу. И вот это начинает затягиваться. Поэтому это второе. Далее, не все мы, как я уже говорил выше, затягиваем эти внутренние конфликты. Что способствует терапии? Я заговорил про вторичную выгоду симптома. Смысл в том, что когда человек получает вот это внутреннее противоречие с самим собой, его напряжение очень сильно поднимается. И вот здесь есть очень важный момент. Почему поднимается напряжение? Если вы изучали работы профессора Фройда, если вы психоаналитик, то вы понимали, что невроз – это всегда указатель нашего организма нам самим. То есть, смотрите, как интересно получается. Мы сами с собой конфликтуем между убеждениями и между собственными желаниями. Не можем разрешить эту ситуацию. Это первое. Это мы делаем. А затем наш же организм нам же пытается это показать. Почему? Потому что ужас ситуации в том, что вот это противоречие внутри вас в большинстве случаев вы не понимаете. То есть, это фактически выглядит так. Противоречие внутри вас есть, и вы его не можете разрешить, но вы его не осознаёте. И вот для чего нужны невротические симптомы. Они нужны для того, чтобы вы, как сказать, начали… Но изначально организм так создан, что он как бы сигнализирует, что братан, зайка, с тобой что-то не то. Подумай. И вот эти сигналы в виде тревоги, вот эти сигналы в виде психосоматических и эмоциональных состояний стандартный человек воспринимает неправильно. Потому что он не знает этого. И когда он приходит ко мне на занятие в школу, и начинает наконец-то понимать, что вот эта вся петрушка, при обследовании которой находятся патологии, это указатель организма на то, что у тебя внутри есть какие-то эмоциональные несостыковки между твоей, например, картиной мира, как должно быть, и как оно есть. Вот это тоже туда же. Например, я хочу быть успешным, богатым, доказать брату, жене, маме и папе, я должен вот так вот выглядеть. А у меня в реальности жизнь пока вот такая. И вот этот гэп, это тоже очень частая причина напряжения, и она опять же не осознаётся. Поэтому вторичная выгода заключается в том, что она не выгода, она неправильная интерпретация. То есть, когда человек получает это напряжение внутри этого противоречия в виду, человек начинает себя как-то вести. И как правило, он начинает себя вести ровно так, что уводит его от осознания вот этой проблемы. То есть, он говорит, он не говорит этого, он не понимает, он же не может принять решение. Почему? Он не может принять решение, потому что сила его убеждений и сила его желаний, она одинакова. Ещё это не осознаётся. Но очень хорошо осознаётся тихикардия, очень хорошо осознаются экстрасистолы, очень хорошо осознаются страхи за здоровье, очень хорошо осознаются какие-то сомнения и переживания. Вот это осознаётся идеально просто. Поэтому, в принципе, профессор Фройд и вся психодинамика назвала этот термин научно «уходит в болезнь». То есть, вместо того, чтобы разобраться в себе, в том, как вы создаёте свои эмоции, почему для вас это так ценно, что за убеждение и что за реальность мешает вам самим, вы начинаете как бы уходить в изучение симптоматики, интернет, как бы косвенно откладывая принятие решения, откладывая не потому, что это выгодно, это термин такой, субъективный, а потому что вы а не осознаёте и б, даже если осознаёте, не знаете. Пример такой, внутренний – это как его, вторичная выгода. Да не выгода, а не знание, потому что даже в терапии бывает какая интересная штука. Вот ведёшь терапию, человек там был в симптоматике, начали разбираться, обнажили вот эту историю между моралью, нравственностью, долгом и желаниями искренними. А всё ничего не произошло. Но как бы человек понял, что он говорит, да, меня отпустило вот эти вот симптомы, меня отпустили фобические, похондрические, панические, но напряжение не ушло, потому что одного осознания между противоречивыми тенденциями мало, и это не выгода вторичная. Это защита психологическая, потому что, если у человека, как говорил профессор Фройд, если у человека убрать вот эти вот психологические симптомы, и показать ему, что стояло за его внутренним напряжением, далеко не каждый это разрулит. Потому что, чтобы это разрулить, надо провести психотерапевтическую работу. Вот как раз на кейсах я это показываю. То есть, просто рассказ об этом – это не психотерапия. Просто сказать, ну как бы вот уберите вот это, уберите вот это. Надо устранить. Ядрён батон. А как устранить-то? Потому что даже люди, которые это понимают, они порой тратят очень много времени на то, чтобы это устранить. Потому что сила сверхценных потребностей при всём моём уважении к когнитинопонической терапии, эти люди могут написать вот такие книги по КПТ, дневники я имею в виду, было бы лучше, но я понимаю, нерационально, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но решение всё равно внутреннего не происходит. Потому что, чтобы человек принял какие-то решения, чтобы человек качнул вот этот внутренний маятник и его отпустило, одного просто осознания и рационального отношения недостаточно. Бывает ситуация, когда достаточно. Поработали с убеждениями, а действительно ли я, давай посмотрим, раз качнулось. Бывает такое, в моей практике было не раз. Но очень часто встречается так, когда человек приходит и говорит, слушай, я понял, что я не могу принять решение здесь, не могу принять решение здесь, тут я тревожусь, тут я не могу. Я пишу дневники, пишу и это, пишу и то, я проверяю. И всё пишет человек правильно. Но он действительно не может скачнуться. Потому что есть вещи, которые гораздо глубже, чем просто убеждение. Они связаны с мотивационной частью. Они связаны с определённой средой, в которой человек живёт. Они связаны с объективными последствиями, в которых человек живёт. С сверхценными потребностями, от которых отказаться человек не может. Ну, например, если детство девочки или мальчика проходило в определённых условиях, он никогда не станет другим. У него вот эти потребности, они всё равно будут. Поэтому я, когда говорю о решении внутренних конфликтов, говорю о том, что не надо отказываться от своих сверхценных потребностей из детства. Это невозможно. И от реальной жизни тоже отказываться не нужно. Это грустно. Надо балансировать, уравновешивать между тем, что вы поменять можете, и между тем, на что вы влиять не можете. И вот когда вы начинаете со своим консультантом, или на занятиях, вот в нашей школе опять же, рекламирую, взвешивать вот эти вещи и гибко балансировать между своими принципами и своими стратегическими задачами в жизни и своими убеждениями, вот тогда вы начинаете с собой находить тот самый дипломатический компромисс, который в принципе в психотерапии я называю уравновешивание. Нельзя вот так жить. Нельзя жить вот так. Вся наша жизнь, она всё время вот такая. Понимаете? Вот такая. Вот такая. Где-то вот это сначала принципиально важно добиться, а где-то вот это. Вот вся наша жизнь, она вот состоит из такого процесса. То есть не вот такого, понимаете? Не вот такого, а вот такого. И вот чтобы вот этот вот баланс и уравновешивание происходило, нужно научиться этим управлять. И это и есть эмоциональный интеллект. И не будет у вас ни внутренних конфликтов, ни ярких эмоций, состояние спокойного присутствия. Вот состояние спокойного присутствия, уравновешивание, сбалансирование, осознанность своих уязвимостей. Это и есть работа школы эмоционального интеллекта и вашего покорного услуги Алексея Красикова. Так что приходите на занятия. Если хотите более подробно про симптоматику, это базовый курс. Если хотите про вот эти уже более фундаментальные вещи, это основной сезон моей онлайн школы эмоционального интеллекта. Я занятия провожу один. У меня нет никаких ассистентов. Базовый курс идёт вне зависимости от времени. То есть он записан уже, там только шесть уроков. А вот сезон веду я каждый раз новый. То есть каждый сезон, если вы где-то смотрели предыдущие сезоны, они всё время новые. Новые. То есть нету какой-то единой программы. И пятнадцатый сезон, который будет в августе, и потом сезон, который будет в октябре, это новые сезоны. Там будет очень много критического мышления. Там будет очень много балансирования, уравновешивания. В общем, не пожалеете. Все, кто хотят, приходите. Надеюсь, вы сегодня поняли, что такое внутренний конфликт. О том, что, как это хотя бы выглядит. Заморачивать себя темой, надо искать или не надо искать, не нужно. Нужно сначала проработать образовательную часть и поведенческую часть. И если вы поняли, что напряжение сохраняется, задайте себе вопрос. Что я, кто я из этих двух частей? Либо я слишком эмоционально отношусь к каким-то событиям сверхценным, и попробуйте это сами найти. Либо я нахожусь в каком-то самообмане, противоречии с самой собой, и не могу это решить. Если не получается самостоятельно это понять и решить, тогда я вам постараюсь помочь. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи на канале. Ваших всех красиков. Канал Невроза Мегаполиса. Пока.